Казахстан 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 Отсутствие документов и оплата в тройном размере вызвали подозрения у женщины, поэтому как бы не было заманчиво это предложение, Айгуль отказалась. Но когда провожала несостоявшуюся клиентку до такси, увидела, что в машине ее ждал мужчина и ребенок. А еще услышала телефонный разговор похитительницы. В тот день бабушка, когда спустился вниз лифтом, она поговорила с кем-то. У нас Петера. И то у мальчика нет документов. Как мы будем туда выехать с поездами? Этому разговору женщина значение не придала, хотя и насторожилась. А чуть позже к ней в дверь постучал тот самый пассажир такси и пригрозил. Ты нас не видел. Если кому-то скажешь, твою дочку тоже украду. Буду украдить. И я сейчас испугаюсь, потому что почему не испугаюсь? А вдруг они здесь приходят? Лишь на следующий день Айгуль догадалась, кто ребенок, сидевший в такси. Увидев в социальной сети фотографию пропавшего Мухаммеда Камшибека, женщина поняла, кто ее несостоявшаяся клиентка. Она сообщила обо всем в полицию. Ей взамен пообещали охрану на время следствия, но этого сделано не было. Полицейские сообщили, что задержали двух подозреваемых и теперь она может быть спокойна. Однако женщина уверена, что стала случайной свидетельницей сделки торготцев детьми. И пойманы не все члены этой банды. В Карагандинской области активно борются с подпольным игорным бизнесом. В прошлом году в регионе было ликвидировано 20 незаконных игорных заведений. Еще 10 уголовных дел сейчас находятся в разработке. В Казахстане залы казино и игровых автоматов должны размещаться только на побережье Капшигайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. Однако подобные заведения обнаруживают даже в центре Караганды. Часть из них хорошо замаскированы под офис или букмекерскую контору. Некоторые же вовсе работают как закрытые развлекательные клубы, говорят службы экономических расследований. За 2015 год служба экономических расследований пресечена деятельность 20 незаконных игорных заведений на территории Карагандинской области. В том числе двух залов игровых автоматов, шесть залов электронного казино, двух покерных клубов, пять точек игорного бизнеса посредством лотерейных терминалов. Изъято из незаконного оборота одна электронная рулетка, 41 игровой автомат, 62 системных блоков компьютерных, один платежный терминал, 18 лотерейных терминалов. Ответственность, кстати, действующим законодательством предусмотрена и для посетителей незаконных игорных заведений. 200 МРП – это порядка 400 тысяч тенге. Административные производства уже возбуждены в отношении 10 человек. К уголовной ответственности могут быть привлечены и арендодатели помещений, то есть непосредственные хозяева помещений, где расположены эти игровые автоматы. То есть при наличии сведений, при наличии полученных доказательств о том, что вышеуказанные хозяева недвижимости были осведомлены от деятельности в его помещении незаконного игорного заведения, могут также быть привлечены к уголовной ответственности. Активное развитие сейчас идет и во всемирной сети. Службы экономических расследований направляют сыске в суд о закрытии сайтов интернет-казино. Уже по решению Фемиды заблокирована деятельность более 30 азартных интернет-адресов. В этом году первый день весны в Казахстане отметят как День Благодарности. Этот праздник предложил ввести президент страны Нурсултан Назарбаев на одной из сессий Ассамблеи народа Казахстана. С этого года, 1 марта, в Казахстане будут отмечать новый праздник – День Благодарности. Совпадает он с датой образования Ассамблеи народа Казахстана. И не случайно. По словам главы государства, введение такой традиции еще более сблизило бы казахстанцев, и этот день мог бы стать ярким праздником милосердия и любви. В преддверии Дня Благодарности представители Акимата Петропавловской объединения деловых женщин встретились с жителями Дома Матери. Подготовили специальные подарки. Все традиции благотворительности, которые в нашей республике уже глубоко корнями уходят в далекое прошлое, вот они все, с каждым днем все более и более будут расширяться. И вот сегодняшний пример, вот этот праздник, который мы решили вместе с вами, вместе со средней школой номер 8, вместе с ассоциацией деловых женщин, отпраздновать с вами, с мамочками, с вашими детьми, пожелать вам всем крепкого здоровья, сказать о том, что вы большие молодцы, о том, что несмотря на все те трудности, которые в вашей жизни есть, вы решили сохранить ваших детей. И очень хорошо, что не только государство, но еще и социальные партнеры оказывают вам в этом большую помощь. Этот дом приютил матерей-одиночек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня здесь живут с мамами 10 малышей в возрасте до года. Помогают им бизнесмены. Проживать в Доме матери женщины и их дети могут до полутора лет. Мне приятно, что исполнительные органы власти, общественные объединения нашего города и области, они не забывают о том, что есть вот такие кризисные центры, где воспитываются маленькие новорожденные детишки со своими мамами, и которые тоже нуждаются во внимании и в заботе, как общества, так и органов власти на местах. Потому что, прожив в течение года, дальше они должны чувствовать себя уверенными в условиях социализации, интеграции снова в общество. Тогда, когда их дети немного подрастут. И эти молодые мамы, которые были в свое время в трудной жизненной ситуации, они обрели уверенность в завтрашнем дне, в будущем своего ребенка и в своем будущем. Асель Сахаова живет здесь вместе с маленькой дочкой уже почти полтора года. Условия хорошие и поддержка во всем, говорит Асель. Недавно нашла постоянную работу и с апреля собирается снимать свое жилье. Живет у меня здесь очень даже хорошо, потому что со стороны нашей администрации очень хорошая поддержка, помощь. Хорошо, что наши бизнесмены помогают таким людям, как мы, матерям-одиночкам, не оставляют в беде питание бесплатное. В свою очередь в подарок гостям жители дома матери организовали небольшой концерт. Стоит отметить, что в 17 городах Казахстана создано 26 таких домов матери. Актюбинские школьники состязались в судомоделировании. В городе прошло открытое лично командное первенство по судомодельному спорту. Свои работы представили 150 учеников из разных городских школ. Каждый из этих корабликов – миниатюрная версия настоящих судов. А еще это много часов кропотливой работы. Тут все про математику и творчество одновременно. Об этом – блеск в глазах мальчишек, провожающих свои маленькие корабли в большое плавание. Над созданием вот этого кораблика, чем-то напоминающего пеналы советского детства, 10-летний Эрнест Авенисян работал два месяца. Занимается мальчик в школьном кружке судомоделирования. К тому же берет дополнительные занятия в Центре технического творчества. По словам Эрнеста, это то, что его по-настоящему увлекает. Говорит, много техники, все, как он любит. Вот этот моторчик, когда к нему присоединяются эти батареи, он сделает плюс-минус, и он поплывет. Нажимаешь на включатель, моторчик двигается и плывет. Судомодельные соревнования проходят в октябре со вчерашнего дня. Накануне состоялась внешняя оценка моделей кораблей. Уже сегодня перед участниками стояла задача показать, как их изобретение преодолевает дистанцию. Если практическое применение, то у него, у ребенка развивается мелкая моторика, потому что здесь много мелких деталей. Умение читать чертежи. То есть, если ребенок приходит в первом, втором классе, он уже на практике применяет математику, потому что здесь решать надо задачи. Потом уметь чертить. То есть, в дальнейшем, когда у них начинаются уроки черчения, проблем с черчением у них уже не возникает. По словам организаторов, кружок судомоделирования все так же интересен актюбинским школьникам. И, наверное, ни один Майнкрафт не может дать ребенку столько счастья, сколько приносит исполнение чего-либо своими руками. Еще пару недель назад это была схема на бумаге. Сегодня готовый продукт, где детский ум и сердце, и упорство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова